Каверзный вопрос Что-то произошло с глинтом, с Балтийской плитой, на котором он стоит. Балтийская плита, она такая достаточно подвижная с точки зрения геологии, про это все говорят. Я так понимаю, что произошло на рубеже 11-12-13 веков, ближе к 13-му. То есть некая катастрофа, которая, кстати, великолепно описана в разных летописях, как катастрофа 1320 года землетрясения, привела к тому, что часть Балтийской плиты приподняла, вернее, получается, опустилась, приведя к затоплению. Причем, что самое интересное, когда смотришь Копорье, Копорье это тоже официальное основание, именно каменной крепости, это 1321-122 год, буквально после катастрофы. То есть получается до этого времени. А почему противоречие? Потому что если мы говорим, что всегда эти места были полноводные, вода была выше, тогда мы теряем понятие Питера как протогорода, потому что он что-то матерь затоплен должен быть. А здесь происходит наоборот. Как раз катастрофа привела к тому, что плита опустилась, и город-то был затоплен. Вот тот, про который говорят. Совершенно верно. Да, поэтому вот давай немножко поговорим вот об этом. Согласен ты с этим, не согласен. И именно вот этой странной катастрофе, которая описана как грандиозное землетрясение, которые прокатились от Ленинградской области вплоть до Киева, там церкви трескались. Потом вот эти вот 10 лет странных погодных аномалий мора и странные световые явления. Там же то ли комеда, то ли какая-то фигня описана в небе. То есть был год странных событий, после которого, кстати, началась знаменитая вот эта чума и мор. Вот давай об этом поговорим, попробуем. Ну, это одно из самых логичных объяснений. Как мы могли прийти вот к той ситуации, в которой вот сегодня находимся, вот с непониманием, откуда взялся Питер, куда делся, если раньше было и так далее. Вот именно это средневековое землетрясение, которое нашло очень широкое отражение в документах. Можно вот единственное, что поспорить с его датировкой, это другой вопрос, потому что летописи все-таки были переписаны и во многом подправлены. Подправлены, конечно же, и хронология, тут никуда от этого не деться. Тем не менее, вот обращая внимание на данные именно геологии, приходит единственный здравый такой вот вывод. Вернее, это даже не вывод, это предположение о том, как это могло быть. Ну, на мой взгляд, именно так и было. Не существовала реки Нева, не было ее. Она появилась только в тот момент, когда опустившийся, по сути дела, на дно город начал освобождаться от этой воды. И вот это же все, надо понимать, что это процесс, который растянутый на несколько сотен лет. Это нам сегодня кажется, что в таком-то году было так-то, а в таком-то году по-другому было. Да нет, это динамический процесс, он очень медленный, и он значительно дольше длится, чем жизнь одного поколения людей. И именно поэтому люди, родившиеся в 2000 году, они сегодня уже взрослые, самостоятельные люди, они уже управляют самолетами и пароходами, но они даже не догадываются о том, какая была жизнь в Советском Союзе. То, что для нас, например, те, кто родился в 60-х, всю жизнь составляет. Вот и в те времена, например, такая же ситуация была. Огромная масса людей просто-напросто оказалась как бы с обрезанной памятью. Они просто ничего не знали о том, что происходило ранее. И эти процессы, они очень четко прослеживаются, например, на протяжении 19 века. Потому что в 19 веке огромное количество русских ученых и исследователей-энтузиастов, которые не были обременены научными степенями и званиями, тем не менее они занимались наукой в полной мере. Они занимались исследованиями, они тоже хотели понять, как это все могло быть, что произошло. Потому что сведений в летописях нет, а по факту они видят совсем другое, не складывающееся с официальной исторической версией. Поэтому да, значит, это рубеж 12-13 века, когда происходили загадочные явления, описанные эти явления во многих хрониках. Наиболее интересные, наверное, хроники относятся к истории Китая. Потому что в китайских архивах содержатся сведения о том, что солнце три дня вставало на западе, о том, что пришел с неба жар, от которого закипали реки и рыба выпрыгивала из кипящей воды и обугливалась. То есть какие-то процессы происходили, катастрофичные. Может быть, они не были глобальными, они тоже были растянуты во времени и были локальными. Происходили то там, то тут. Но в конечном итоге, если мы возьмем все в массе, все прошло, что они провели к колоссальным изменениям географическим. И это видно, собственно, даже на картах. Мы, допустим, если смотрим на то, как задокументированы все географические объекты на территории Европы, и тут же мы видим Скандинавию, и вот именно этот регион по море, Белое море, Ладога, Онега, и мы видим огромное количество нестыковок. Тогда возникает вопрос, если люди еще не умели рисовать, чертить достаточно подробные и точные карты, то как так избирательно они ошибались? Почему они совершенно не ошибались в отношении расположения рек и озер в Центральной Европе, и тут же ошибались, вот так вот дико ошибались, с очертаниями, допустим, Финского залива и Ботнического? Это же нелогично. Значит, надо допускать мысль о том, что это были не ошибки, не какие-то искажения, а это была подлинная реальная география. И исходя из этих данных, тогда уже напрашивается совершенно логичный вывод о том, что в какой-то момент в результате вот этих вот природных явлений большая часть Земли на северо-западе современной России опустилась значительно ниже Ординара. Город Карелий-Борг оказался затопленным полностью. Затем начался процесс регрессии, начала нормализовываться вот именно тектоническая вот эта вот обстановка, и город начал освобождаться от воды. Подчеркну, здесь мы должны рассматривать все-таки не изменения уровня мирового океана в глобальном масштабе, а именно высоты относительно уровня моря поверхности Земли. И тогда становится понятным, что город ушел на дно, что легло в основу огромного количества легенд о затоплении Венеты, которые вот ищут, ищут, никак не могут найти. Между тем, на другом конце Европы мы сегодня наблюдаем точно такой же город, который точно так же погрузился в воду, но частично поднялся. Сегодняшняя Венеция, она только частично находится на поверхности. Большая часть старой Венеции находится под водой, и для этого нет нужды проводить какие-то дополнительные подводные археологические исследования. Это видно, просто пролетая на параплане над Венецией. То есть залив, он там глубины очень маленькие, еще меньше, чем у нас маркизовый лужик. И там видны линии фундаментов домов. Просто если бы эта часть Венеции оказалась так же на поверхности со временем, эти фундаменты, они были снова бы использованы для строительства. И сегодня на них стояли бы точно такие же дома, которые сегодня радуют восторженных туристов, которые совершают прогулки на гондолах по каналам Венеции. Петербург – это зеркальное отражение той Венеции. Это тоже Венеция, только северная Венеция. Или правильно я может быть говорить не Венеция на итальянский манер, а Венетия, потому что там Венеты жили. И вот эта Венета, она ушла на дно моря, опустившись вместе с земной корой. А потом, в результате процессов, которые начали нормализовывать эту катастрофическую ситуацию, большая часть сооружений снова оказались на поверхности. И разрушенные фундаменты, они были даже не сильно повреждены, потому что на них стояли еще стены. И эти стены как раз начали отстраиваться, но не при Петре Первом, как многие думают. Это с легкой руки Александра Сергеевича Пушкина. Все решили, что садник у нас медный, хотя он бронзовый. И все решили, что вот творение Петра. Да не творение это Петра. Петр там просто-напросто физически ничего бы не успел сделать. И там так и было. Весь Петербург, известный нам, в самой древней его части, она была построена во времена Екатерины. По каким причинам Екатерина наделила всеми, вот приписала все подвиги строительства Петербурга Петру, это уже другой вопрос, это отдельная тема для исследований. Но то, что это именно Екатерина, в ее эпоху шло массовое строительство, вернее восстановление Петербурга, который освободился от воды, для меня в этом нет никаких совершенно сомнений. Нет, сомнения всегда есть, как говорилось, но, скорее всего, это было так. Именно поэтому на медалях той поры мы можем как раз наглядно видеть изображение географии до Потопной, когда Невы не было. Нева стала соединять озеро и залив уже тогда, когда Венета начала подниматься назад, или Карелий-Борг, начал, появился из воды. Но он поднял, как и венецианская Венеция, Петербург не весь поднялся, его огромная часть до сих пор находится на дне залива, и Кронштадт, это церкви, эти форты, они находятся не просто на каких-то островах, а это, в принципе, была окраина города. Это была вот как раз линия, допотопная линия моря, куда подходили максимально корабли. Потому что дальше Кронштадта корабли не могут пройти не потому, что Петр был настолько глуп, что построил морской город на краю болота, от которого до моря еще далеко, а потому что реально город существовал в других границах. Его свал начинался за Кронштадтом, и там глубины и сегодня, и по сей день отвечают требованиям, нормам морского судоходства. А дальше Кронштадта, в сторону континента, уже нет, там только лодки. Поэтому многие историки говорят, что это абсурдно, почему люди не считались такими затратами, почему они строили портовый город вдали от моря, почему морские суда были вынуждены приходить в порт разгружаться, а затем перегружаться на маленькие лодки, чтобы доставить грузы до города через эту мархизовую лужу. Ну, не бьется что-то, да? Так оно не бьется именно по той причине, что люди отказываются принять очевидный факт. Они просто в угоду тому, что написано в официальной информации, в энциклопедиях и учебниках, вот пускай будет вот совершенно все бессмысленно и глупо, но зато будет соответствовать написанному ранее. А как же будет со здравым смыслом? Так мы никогда ни к чему не придем, мы так и будем барахтаться в заблуждениях, если будем обращать внимание на заблаждения других. Надо все-таки оперировать фактами и достоверными сведениями. А они вот нам говорят как раз об этом.